ВООРУЖИВШИСЬ БАЛОНЧИКАМИ С РАЗНОЦВЕТНЫМИ КРАСКАМИ, ШПАТЕЛЯМИ И МАЛЯРНЫМИ ВАЛИКАМИ, УЧАЩЕЕСЯ ОСАКОВСКА, А ТАКЖЕ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КУБИНСКИХ ШКОЛ, РИСОВАЛИ САМОЛЁТЫ, ПАРАШЮТИСТОВ, ГЕОРГИВСКУЮ ЛЕНТУ, МЕДАЛИ И ОРДЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЙНЫ. ПОМОГАЛИ РЕБЯТАМ ДЕП КАБУТАТА ЕДИНОРОСЫ. Не так давно мы приняли закон, который запрещает вандальное перекрашивание стен, но при этом мы всегда за то, чтобы наше вокруг пространство становилось краше, а еще и воспитательные цели здесь преследуются. Рисуем победу, очень хорошая акция. Я сейчас в деревне Чуприкова, сам принял участие. Во-первых, это очень интересно и видишь, как преображается стена дома и это напоминание о той кровавой войне и о подвиге нашего народа. Карина и Валерия учатся в Кубинской школе номер один, одна в девятом, другая в седьмом классе. Обе девочки раньше занимались в художественной школе, сейчас в основном рисуют для себя. Для Карины это уже не первая акция по раскрашиванию уличных стен. Она помогала красить Орден Победы в Одинцове, который испортили вандалы. Валерия впервые взяла в руки баллончик с краской, но рисунок у девчонок получается. Она очень, во-первых, красивая. Сначала она пока очень хорошая, даже идет все. Ну, просто красиво в том, что это в любом случае повышает как-то патриотизм. И все равно приятно, что ты для своего родного города делаешь. И особенно у нас, учитывая то, что у нас тут русские витязи группы, и вдвойне приятно, что как-то можно запечатлеть это и оставить как бы след в истории города. В Кубинке-8 живут летчики знаменитых пилотажных групп русские витязи и стрижи. Поэтому и граффити здесь соответствующие – военные самолеты 40-х годов прошлого века. Заключительный штрих – красную звезду на фюзеляж наносит председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова. Мы должны передавать эстафету. Самое главное сейчас – дух патриотизма, любви к родине. Поэтому и детские сады, и школы. Садики рисуют, а старшеклассники работают с красками. Главное дело – родители поддерживают. Не говорят, что это опасно. Но все меры предосторожности есть. И респираторы, и костюмы. И мы тоже готовы помочь и поучаствовать в данной акции. На стене дома 11 по Армейской улице школьники изобразили высадку на большой территории десантников из самолетов времен Великой Отечественной – Ли-2 и ТБ-3. Для достоверности рисунка ребята сверялись с архивными фотографиями. Мимо этой стены все, естественно, проходят. И самое хорошее, удачное место. Все жители нашего городка, соседних домов, каждый сейчас мне показывает, как представитель Совета ветеранов, говорит, а где на нашей стене? А где на нашей стене? Каждый хочет здесь какой-то парашют изобразить или изобразить самолет, ну, чтобы тематика у нашего десантных войск была. Я говорю, ну, до всех дойдет время. В рамках акции «Рисуем победу» преобразились дома, которые раньше облюбовали горе-художники. На фасадах было много различных надписей. Теперь красивые картины. В планах у руководства территориального управления еще несколько творческих задумок. В этом году у нас 90 лет. 38-му исследовательскому институту научному. Мы сейчас обратились к нашим художникам. Там есть целая стена дома, чтобы они нам изобразили как раз эту тематику. Ну, то есть, танки, то, что они там делают, испытывают. А ко дню ВДВ стену одного из домов на Армейской улице планируется украсить портретом героя Советского Союза, командующего воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».